Из-за школьной парты в кресло руководителя в Градецкой администрации второй год подряд проходит День дублера. Подростки на собственном опыте решили почувствовать, каково это быть большим начальником. Всего таких смельчаков шесть. Все активные, инициативные, с большим опытом социальной работы, и все прошли конкурсный отбор. На первом этапе они писали послание тому из госслужащих, на место которого они претендовали в качестве дублера, и заполняли анкету, где указывали в том числе и опыт своей социальной работы. И так получилось, что сейчас в финал для участия в самом Дне дублера прошли самые-самые активные. Во второй день они участвовали в круглом столе. То есть наша уважаемая экспертная группа смотрела, как ребята себя ведут, как они могут себя подать, умеют ли они ответить на вопросы, ну и соответствуют ли они той должности, на которой они претендуют. Принимаю участие в Дне дублера уже второй раз. В том году я занимала должность мэра города Городца. В этом году я решила попробовать себя главой администрации Городецкого района, так как надо расти, узнавать что-то новое. И это, я думаю, пригодится мне в жизни, потому что я хочу связать свою жизнь с управлением. Попробовать себя в должности руководителя района решил и Егор Грачев. День обоих дублеров начался с утренней планерки, где глава администрации Владимир Беспалов обсуждал с руководителями подразделений рабочие вопросы, исполнение бюджета, приемку лагерей, проведение Дня семьи, модернизацию котельных и многое другое. Сидящие рядом с наставниками ребята буквально впитывали все вопросы, которые ложатся на плечи власти ежедневно. Я была главой управления образованием и молодежной политики. В течение дня я побывала в лагере «Дружба», где проходила районная зорница. Мы смотрели, как вообще происходит подготовка к мероприятию, приняты ли все меры безопасности. После я побывала на комиссии по делам несовершеннолетних, где тоже принимала участие в этом процессе. В совещании, встрече, изучении документации, выезд на объекты района чиновники постарались окунуть своих подопечных в работу с головой, открыто ничего не замалчивая и не скрывая. В этот день дублеры даже приняли участие в заседании городской думы и познакомились с работой депутатов, узнали, как принимаются важные для городца решения. А итоги насыщенного дня подвели на круглом столе. Мне очень нравился прошлый день дублера. Но вот на мой взгляд, сегодня он какой-то показал, не так, он показался более такой рабочий, более насыщенный, может быть, менее парадный какой-то, да, но на мой взгляд, еще более полезный, чем был. Но сегодня, несмотря на всю эту глобальность, трудность, команда руководителей готова принять вас, будущих руководителей. Вы знаете, мне кажется, это здорово, и вот выражаю славу и благодарность управления образованием молодежной политики, что они эту традицию начали. Я думаю, что у нас эта традиция не закончится. И Владимиру Викторовичу, что он сегодня со своим вот этим позитивным моментом и пониманием того, что в первую очередь, наверное, это нужно вам. Вам для того, чтобы вы смогли определиться со своим будущим. Обсуждая итоги дня, ребята делились эмоциями и мнениями о работе представителей власти, благодарили за новые впечатления и знания. Одним из важных моментов стало развенчание стереотипов о чиновниках. Я поняла, что работать чиновником – это не просто бумаги или собрания, это умение понимать и чувствовать людей. И чтобы работать, ты должен не просто знать проблему, ты должен ее чувствовать, пронести через себя, и только, не знаю, тогда люди откликнутся. Я надумал то, что у них есть очень много свободного времени, то, что они бездельничают и практически ничем не занимаются, но оказалось все в точности да наоборот. Я понял то, что весь день распланирован у них, то, что у них все очень строго, то, что они принимают какие-то важные для себя решения, не только для себя, но и для всего района. Необычным днем остались довольны все. На память о нем ребятам вручены сертификаты участников и книги с пожеланиями руководителей. А еще у этих мальчишек и девчонок появился бесценный опыт, который, несомненно, пригодится им в жизни. Спасибо, что вы сегодня...